Ты помнишь, да, эти митинги, которые сотрясли январь, и первая русская революция, она тоже начиналась, заметим, с абсолютно мирного протеста, 9 января. Это был абсолютно... Ну, просто был открыт огонь в ответ. Это был абсолютно мирный, да, просто не было интернета. И, уверяю тебя, ты представь себе, вот что такое Путин минус интернет. Ага, да. Да. Да, нам остается подмигнуть друг к другу. И вот у Николая 2 хватило тупости этот абсолютно мирный протест разогнать. И этот грустный опыт, он в точности повторен в 2021 году, в январе месяце. И вот если бы у Николая 2 хотя бы грамм головного мозга был бы, то он, вероятно, накрыл бы столы на Дворцовой площади. Он бы вышел к этим людям. И вот проставился просто, чтобы с этим народом, который пришел, отпустив к черту свою дикую дивизию, охрану, преображенский полк. Он бы сидел сутки, двое, столько, сколько надо. Вот поболтать с каждым, поговорить с каждым. Ну, это же популизм, это же ужасно опасно. Ну, помимо всего прочего, это был риск. Но, знаешь, за то, чтобы весь день, всю жизнь сидеть на золотых унитазах и ездить в каретах, надо, в общем, иногда и рисковать. Но Николай был, как выяснилось, неумен. Но мы знаем, что это не самое ум, это не самое главное, чтобы возглавлять эту несчастную страну. А он пока расстреливали и рубили народ, он где-то забавлялся, если не ошибаюсь, в своей аквадискотеке. Совершенно непонятно, откуда эта революция придет. Она напоминает такой зеркальный лабиринт, где вроде бы вот что-то появилось, что-то заулюлюкало, туда кинулся ОМОН, и ничего уже нет. И только хохот стоит, и непонятно, с какой стороны она вынырнет и придет. Вот я, к счастью, к всеобщему счастью, конечно, действительно, я говорю серьезно, никогда не занимаюсь политикой и не буду ею никогда заниматься. Я помню, когда меня в наручниках везли из изолятора, по-моему, из Леноградского. Меня высылали, я был единственным человеком в России, которого высылали из Москвы. Меня выслали из Москвы тогда, после ареста и событий 1993 года, просто потому что я еще не успел ничего сжечь и взорвать. И было невозможно предъявить никакие требования, но все равно меня выслали. И я помню, что вот когда я ехал в этом автобусе, я видел совершенно счастливых, совершенно довольных жизнью, абсолютно равнодушных к взрывам, к танковым маршам москвичей, которые занимались своей жизнью и своим делом, которым было абсолютно наплевать, что в этот момент где-то в этом белом доме кто-то дохнет под обломками, кто-то горит заживо. Я тогда для себя решил, что у меня больше никогда не будет никаких политических взглядов, и я больше никогда не буду участвовать в политике. Подождите, а депутатом Государственной Думы вы когда были? Это был, слушай, депутат Государственной Думы, это всего-навсего возможности всего, что не имело в действительности отношения к политике. Я был четыре раза. Но, кстати, вот тогда... Но не были при этом политиками, это просто очень важно, да, я не занимался. Нет, это не было политиками. Политик просто был депутатом. Я тебе рассказывал, да, кто меня тогда, в общем, спас. Тогда меня спас ОМОНовец, потому что после того, как вот те мои боевые друзья, с которыми я вместе ехал в Москву на помощь Белому Думу, спокойненько меня сдали, ну, там, по матюгальникам со всех сторон столы, по матюгальникам прокричали, вот, значит, отдайте Невзорова и сваливайте нафиг. И меня быстро и легко боевые товарищи сдали. А у меня с собой была какая-то, ну, невероятная тьма бумаг. От Руцкого, от Хазбулатова, от Ачалова с правом распоряжаться дивизией, формировать какие-то ополчения, все с печатями правительства. Я был битком набит вот этими грамотами. И ОМОНовец, который досматривал меня первым, это было в каком-то красном уголке отделения милиции, он все, значит, это посмотрел, все посмотрел, порылся в кармане, достал зажигалку, положил зажигалку и говорит, сортир вон там. А потом еще помог, помог все это сжечь, потому что у меня был вот такой гигантский костер. И вот я говорю, как хорошо, что я и подобные мнения занимаются политикой, потому что у меня же есть много друзей теперь в Беларуси, и я действительно очень нежно отношусь к белорусам и очень желаю им победы над тем абсолютным злом, над той диктатурой, которая есть у них. Но когда меня пригласили помочь в Минск, когда меня стали стыдить, что я не еду к ним и не помогаю, я сказал, что, ребята, я полностью на вашей стороне, и я в той степени, в какой мне позволяет моя роль исследователя и наблюдателя. Но я никогда не смогу понять, я туп, невероятно туп, я никогда не смогу понять, зачем люди выходят для того, чтобы быть битыми и арестованными. Понятно, что в этом есть героический, недоступный, мне высокий жертвенный смысл, но либо вы хотите изменить страну, либо вы на собственной могиле хотите удобрять маргаритке своим разлагающимся телом. И я говорю, что это на огромное счастье, что я не занимаюсь политикой, потому что у меня вот ни один из этих протестников носа бы не показал на улицу, у меня ни один из этих людей не вышел бы из дома без трех покрышек. И это я говорю совершенно точно. Вы не один такой, да. Есть и еще люди, которые считают, что только так это можно делать. Ну, понимаешь, я сейчас специально для идиотов, которые слушают, потому что нас слушает еще и тот процент идиотов, который аж вспотел сейчас и схватился за ручки для очередного доноса, мы говорили только о Белоруссии. И я вот наблюдал эти все внимательнейшим образом великие шествия по Минску и видел целых два момента, когда полная победа практически была в руках мятежников, и оба момента были упущены. Когда усатый был деморализован, его прихвостни тоже, и там даже не надо было полноценного фаер-шоу, как на Майдане. Там достаточно было спокойного, угрюмого, деловитого зажигания десятка покрышек. Ну, не помешали бы, конечно, еще для создания драматического эффекта спокойные, но настойчивые барабаны в этот момент, чтобы вот Лукашенко бы действительно свихнул себя от ужаса. Вот этот запах горящей резины после Майдана у любой власти от этого запаха начинается падучие. Она точно знает просто, чем это кончается, потому что вот кадры Майдана, ты их тоже помнишь, они вселились в каждый чиновничий мозг и живут там постоянно. А при активации они вызывают эпилепсию и обморок. Это очень знаковые кадры, которые подарила нам всем Украина. И вот поэтому покрышки – это всего-навсего демонстрация серьезности и намерение стоять до конца. Я уверен, что первая покрышка не успела бы даже разгореться, Лукашенко был бы уже в самолете. Загорелась бы вторая, он бы несся в Москву, а все его прихвостни, которых он не пустил бы на борт, они бы гроздьями висели, зацепившись за шасси этого самолета в многометровой цепочке. А этот минский ОМОН, он, вероятно, судорожно бы у них же такие же сферы, он бы свои сферы судорожно красил бы в черную и зеленую полоску, и они прятались бы, вероятно, прикинувшись арбузами в каком-нибудь овощном минском ларе, потому что ты себе не представляешь, что на самом деле это же очень трусливая сволочь. Они же выглядят только так, пока у них есть возможность бить безоружных. Александр Григорьевич, вот скажите, эти разговоры, в том числе о том, что там вот той же Беларуси слишком все интеллигентно, там, значит, в носках встают на скамейке и дарят цветы милиционерам, это все действительно массу раз обсуждалось, и есть только один момент. Вы говорите про покрышки и про Украину. Когда люди начинают приводить это как аргумент, следующий аргумент, и что, стала ли Украина лучше жить? Вопрос не в том, стала ли она лучше жить, возможно, вопрос в векторе, да, и если что бы ни произошло в России, мы гарантированно уйдем на третий, четвертый, восемьдесят девятый круг, мы гарантированно не уйдем с орбиты зла, да, у Украины получился... То есть нам покрышки в этом смысле не помогут, да? Я не знаю. Я бы не хотел с учетом, скажем так, липкости рук тех, кто держит сейчас ручки, на эти темы рассуждать. Давай будем помнить, что мы все-таки работаем при диктатуре, а у нас достаточно мудр и многоопытен слушатель, чтобы что-то понимать и между словами тоже. Я не знаю, как это должно быть. Я только вижу, что вот эта интеллигентность в Беларуси, она обходится очень дорого, но они демонстрируют вот эту свою фанатичную интеллигентность и миролюбие, и, вероятно, может быть, это действительно... Я не прав, и это более сильный, более универсальный способ для так называемой революции. Я не знаю, не понимаю, я только вижу, что вот эта вот нежность, которую они показывают, пока им дорого обходится, но нас рассудить может только время. И только время покажет, кто из нас прав, я или они. И мы понимаем, да, что сейчас в России, вероятно, будет в какой-то степени повторять все это, потому что действительно навальнинцы, они так же изысканные, они так же законопослушные, они так же интеллигентные, а все, кто диссонирует, они не имеют отношения к происходящему.